Борис Квициния с первых же дней войны ушел на фронт. И, как рассказал заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе, храбро сражался за свободу и независимость Родины. Во время сентябрьского перемирия Бориса Квициния отправили на переговоры. И с тех пор об его судьбе ничего не было известно. Он, конечно, не задумываясь, сразу с первых дней пошел воевать. Воевал мог вам чай в совхозе. Командиром у него был Мирон Джинджал. А Джинджал первого дня он с ними находился. Я вот его в бою видел, вот это было в 93-м году, в июле. Это когда мы освобождали трассу, встречали баржу. Вот он там был гранатометчиком. Мы его Туткой называли. А настоящее имя его Борис, но Туткой называли. Он там очень храбрым бойцом себя показал. У нас получилось перемирие в сентябре. Его отправили на переговоры. Он ездил то в Ачимчиру, ездил то в Гульрифский район. В тот день, когда он пошел утром, я точно сейчас не помню, но в сентябре, под конец сентября, он пошел на переговоры. И когда наши войска двинулись, мы пошли в наступление, его грузины взяли в заложники. Друзья и близкие запомнили Бориса Квициния не только смелым бойцом, готовым отдать жизнь за родную землю, но и по-настоящему достойным человеком и хорошим другом, который мог всегда поддержать в трудную минуту. Бориса Квициния я знал давно, с детства еще. Мы в одной школе учились, мог Вечайсов Хоз, я его хорошо помню. Он всегда был таким активным, дружелюбным, всегда мог на помощь прийти. И очень такой человек был юморной. Любил все время шутить, с ним находиться, пообщаться, поговорить. Это одно удовольствие было. Если ты даже грустный, чем-то недоволен был, допустим, он всегда настроение поднимал. Останки бойца были обнаружены спустя 27 лет и перезахоронены на мемориальном кладбище в парке Славы, в самом центре столицы. Сын Бориса Квициния родился во время войны и отца так и не увидел. Сегодня Аслан Квициния от лица всей семьи не только поблагодарил администрацию города за оказанную помощь, но и рассказал, как много перезахоронения отца значит для всех родных и близких. Три года назад они нашли, уточнили 100%, что это он. И вот мы уже как-то убеждены, что это он. А он до этого, где был в Атарах, перезахоронен, перезахоронили сюда. Мы хоть знаем, что это наш отец, что это он, и что мы можем приходить в любое время к нему. Именно они, мы не знали, может это вообще останки грузинские, мы не знали же. Сейчас вот 100% знаем, конечно, облегчение на душе у нас у всех в семье. Бойцов, пропавших без вести на полях войны, огромное множество. Каждый из них отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. И это не просто важно, а поистине неоценимо. Возможность придать их останки земле, как и положено, не только облегчает участь семей, потерявших родных, но и позволяет нам не забывать и чтить их подвиг. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.